Привет, друзья! Ну что, буду пытаться собрать лампу, которую я купила в светофоре. Наконец-то дошло и до нее. Дошли руки до нее. Сейчас посмотрим, все ли тут на месте. Надо же уже собирать. Если вдруг она не работает, значит, надо нести ее назад. Так, чек есть на всякий пожарный. Так, надо проверить, работает ли вообще сразу сама лампа. Еще надо найти, куда ее включить. Нужен какой-то переходник USB, чтобы понять, работает она или не работает. Вот такая она тут симпатичная, красивая. Вот такой шнур, но его надо включить. А может быть ее можно в компьютер включить? Надо попробовать. У меня вот лампа эта, которая так сразу включается в розетку, которая подсветка для растений. Давайте попробуем. У меня тут компьютер рядом стоит. Может ее в компьютер можно включить. Вау! Работает, дурия! разный свет. Но только чисто на глаз как бы. Свет разный, а так какой-то очень даже как бы одинаковый. Так, ладно, выключаем. Будем собирать. Не знаю, видно вам там, не видно. Сейчас посмотрю, что тут видно было. Так, самое интересное, друзья, инструкция. Я думала, тут инструкция по сборке. Ага, инструкция по эксплуатации. И то в очках, которую я даже в очках не могу прочитать. Представьте себе, почему так пишут мелко, я не понимаю. Никакой инструкции по сборке нету здесь, короче говоря. Думай, матушка сама, как ты будешь ее собирать называется. Ну что, друзья, буду пытаться как-то ее сложить. Ну здесь, конечно, есть картинка и можно понять примерно, что тут куда прикручивать. Вот такая картинка. Сейчас будем прикручивать. Значит, вот эта штука получается. Вкручивается вот сюда вниз. Так, прикручиваем. Короче, хлипенькое все это такое, хлипенькое. Не знаю, как оно будет работать. Ну, какая цена. Наверное, нормальный такой хороший штатив. С такой лампой похожий, наверное, стоит. Мама не горюй. Так. Вот эта штука, походу, наверное, вкручивается вот сюда. Ну, где резьба и где дырочка, так и вкручиваем. Так, вот этот набалдашник непонятно. Получается, на этот набалдашник надо одеть как-то вот эту штуку. А как? Получается, наверное, всовывается, а потом прижать. Так, ослабляем, значит, эту гаечку. Ослабляем. Потом одеваем сюда. Ага. А она не влезает почему-то. Вот тебе и на тебе. Непонятно. Не понимаю. Не понимаю. Не понимаю. Вот тебе и сразу первый, так сказать, казус. Никак не помещается. Ну, я не знаю, уже ее силой надо запереть. А если сломаю? Ну, здесь на картинке как-то совсем не так нарисовано. Может, этот набалдашник надо снять. Не, не снимается. Сидит мертво. Сидит мертво, друзья. Не знаю. Ничего не могу понять. Ничего не могу понять. Так, чтобы не занимать ваше время, буду пытаться понять сейчас. Так, друзья, надо ускоряться. А то будет видео, и непонятно сколько времени. Так, короче, вот этот шарик сюда вставила, применив усилие. Короче, все, влез. Так, все, закручиваю эту гайку. Все такое хлипкое, пластмассовое. Черт, не хочет закручиваться. Потому что в резьбе не попадает, наверное. Потому что тут резьбы в начале нет. Только потом. То есть надо ее как-то пристроить, а потом уже попасть на резьбу. Все. Все прикрутила. Все зажала. Все закрутила. Все. Вот так вот поставила. Все, друзья. Сейчас быстро разбираем треногу. Смотрим, что у нас тут. Коробку убираем. Так, видно вам, там не видно. Сейчас посмотрю по-быстрому. Раз, 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 что там видно. В каком тут районе собирать, разбирать. Так, 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 так. Так, везде соединение. Значит, надо ослабить. Ослабить, надо еще чуть-чуть ослабить, чтобы оно пошло разбираться. Не хочет, значит, еще чуть-чуть. Равномерно все три надо. Они тогда одинаково пойдут. О, смотрите, эта штука опускается вниз. Так, устанавливается. Очень даже хорошо ставится так. Можно чуть-чуть повыше будет более устойчиво. Все. Это соединение быстренько зажимаем на место все. Так. Стул была убрала. Чего я его опять сюда поставила. А, ну да, мне пришлось отвлечься. Так. Все. Здесь вот еще есть соединение. Опускаемся пониже. Вот здесь соединение. Ослабляем. Ослабляем. Достаем. Достаем. Закручиваем. Все. Зажимаем, чтобы никто никуда не падал. И еще есть соединение. То есть она почти... Метр шестьдесят это почти мой рост. Я ростом метр шестьдесят четыре. Вот так. Смотрите. Какая-то большая. Так, пока мне, чтобы прикрутить лампу, здесь не буду я поднимать это вверх. Так. Резьба есть. Все есть. Здесь тоже резьба есть. Поэтому быстро, 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 быстро прикручиваем. Так. Все, вроде попали на резьбу. Черт, непонятно. Так, лучше. Лучше лежа. И тут линее будет. Дереть байк, а тут на него попасть. Очень неудобно. Одному все кто-то помог, придержал. Неудобно так очки не одела. Не понятно тоже почему. Ну так правильно. Головаш уже. Салфинный куды. Так. Получается, лампа тяжелая. Перевешивает не как. Могу ровненько попасть по резьбе, чтобы прикрутить. Так, тут еще цепляется. Вот так прикручиваем. Прикручиваем, друзья. Все, попало на резьбу. Все прикручиваем. Все ставлю. Ставлю на место. Так, ставлю на место. Так, убираю шмур. Чтоб не мешать. По-быстрому, по-быстрому надо все делать по-быстрому. Так. Включаю в компьютер. Смотрим, горит не горит. Так, включили. Горит. Так, все, здесь поджимаем, пока высоту не поднимаем. Потом подниму на полную высоту и покажу вам. Так. Вот так, все стоит отлично. Так, 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 так. Все, сейчас найду старый телефон свой и попробую его ставить и вам показать, как будет смотреться. Ага, все отлично. Только вам ничего не видно. Вот так, видите? Вот так все стоит. Ну, вот такая она высокая. Здесь я никак не могу пристроиться, снимать. Сейчас я уже буду снимать. О, с какой шикарной стойки. Так, пошла искать телефон. Сейчас опущу чуть пониже, чтобы вам было видно. Так, получается, ничего ж не видно. Ее же можно опустить. Чего ж я мучаюсь? Ее же можно прекрасно опустить. Вот так вот опустить. И вам будет видно сразу все прекрасно. Что это я так сразу не сообразила? Ну-ка, сейчас посмотрим, как вам тут видно. О, отлично видно. Так, здесь же телефон вроде не шла. Так, телефон. Конечно, мой телефон, вот этот старый, он намного легче. Но почему я поменяла его на этот самый? Так, вот здесь вот, смотрите, я сразу не заметила. Вот эта штука выдвигается. А вот эта штука нагибается. Этот штырик, он гнущийся. То есть, вот так. Вставляем телефон, как нам надо для съемки. Вот так. Видите? Вот так можно снимать. Это, как называется, на фронталку. Или вот так вставляем телефон. И снимаем уже, как на нормальную камеру. Вот так вот делаем ровненько. Так. Вот такая красота получается. Так, чтобы подсвечивать одновременно и на стол, значит, вот так вот наклоняем лампу. Так, поднимаем повыше, значит. Чтобы было удобно. Все, вы посмотрели, как телефон крепится. Все, поднимаем повыше. Закручиваем все. Все зажимаем. Чтоб ничего не упало во время съемки. Так, все. Теперь вот здесь вот есть тоже такая гаечка. Ее ослабляем. Немножечко ослабляем. Здесь тоже такой шарик. И вот так вот наклоняем. И зажимаем. Чтоб никто никуда не падал. Вот так. И снимаем. Телефон снимает. Лампа освещает. Ну, что, видно вам тут? Да, вроде видно. Ну, вот, надо будет попробовать сделать съемку новым способом. Вот такая тут красота у меня получилась. Сейчас я его соберу во весь рост и покажу вам его. Вот, смотрите, как он выглядит во весь рост. Метр шестьдесят почти как мой рост. Ну, да, я думаю, так снимать будет удобнее. Вроде телефон держит нормально. Видите, сидит там, никуда не падает. Лампа наклонена вниз. И посмотрите, как я сейчас для вас снимаю. Посмотрите. Чтоб хоть что-то было видно. На тазике стоят полотенца. На полотенцах стоит кувшин. На кувшине стоит подставка. И потом на подставку ставлю телефон. Можете себе представить? Вы думаете, так это все просто снимать? Хорошо, когда есть оператор снимать. Когда у кого-то кто-то снимает. Это самое хорошо тогда. Ты только сиди, ля-ля-ля, тополя. И никаких проблем. Ну, сейчас, наверное, будет легче снимать. А может и не легче, кто знает. Когда начну снимать, тогда увижу. Все, друзья, вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока!